здравствуйте 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 что с прибытием на полевскую землю ну может представитесь я киктенко николай федорович телевидение наше приехала с ответным визитом посмотреть ознакомиться показать что это действительно есть существует такой человек который производит это все в масштабах огромный делает это все грамотно и качественно профессионально со мной научный руководитель елена федоровна гинда есть единственное что не получилось приехать у них сегодня селектор заседания вот он очень хотел но не смог приехать министр наш сельского хозяйства и природных ресурсов поэтому хотелось бы чтобы программа 6 соток увидела своими глазами и передала ту мощь вашу как у вас есть комплимент если он даже не заслуживание не совсем или совсем не заслуживание всего приятно что он на верном пути что хочу сказать вы проехали практически по молдавии вы видели еще где-нибудь такое поле нет не первое у нас есть такое поле тоже бассейна горчица и кстати это горчица на поливе на поливе я не помню в миллиметрах то ли 300 или 400 дали она стартанула хорошо массив чуть-чуть пониже есть горчица у нас ну то подставить киктенко то здесь происходит значит мы осознали что период этого кризиса когда цены на ресурсы на солярку на семена на удобрение возросли многократно это по сути дела не удобрения уже какие-то значит бриллианты там получается раньше я покупал диамофоску по 7000 раз и мне предлагает по 27000 вот так вот если на гектар должен при посеве использовать 100 килограмм диамофоски то это получается 2700 на гектар только удобрения плюс там внесение прочее значит сколько пшениц я должен собрать для того чтобы перекрыть этот эти затраты эти 2700 плюс там ну получается где-то 3000 при цене пшениц 4 лея я должен 7 центнеров пшениц собрать только для того чтобы перекрыть вот это цена получается так что по современным ценам применение минеральных удобрений не рационально экономически не оправданно вот и мы решили начать во первых почва это живой организм вот вот кубическом сантиметре почва грунта здоровой почвы содержится более семи миллиардов почвообразующих почвобытайших микроорганизмов амебы бактерии грибы и прочее вот более семи миллиардов вот здесь и все они хотят кушать потому что все созданы по образу и подобию все любят все хотят кушать размножаться и прочее прочее так если мы здесь вот там вы проезжали поле черное это такие люди гордые они значит не имея солярки не имея ресурсов они по после уборки пшеницы продисковали а потом сейчас еще и прокультивировали а я значит прямо в пшеницу посеял 31 августа был дождь 3 сентября я посеял здесь горчицу полнормы 10 килограмм на гектар у меня белая горчица здесь вопрос не о том чтобы я получил урожай я получаю биомассу навоз собирать негде значит а вот тут вот у нас вот если возьмете квадратный метр и вот этой массовый срежьте известите это получается где-то ну вот тут около 40 килограмм будет если перевести на деньги пшеница и вот с квадратного метра горчицы да значит если мы если перевести на деньги удобрение если я имею сейчас на квадратный метр 40 килограмм биомассы в почве в глубине почвы корневая система 1 и 2 десяток на наука значит соотношение надземной и подземной части 1 2 в пользу корней получается где-то около 100 килограмм биомассы на квадратный метр около 100 тонн на гектар значит эта биомасса здесь перегниет и она будет достойным питанием для последующей культуры для подсолнечника то есть удобрение вообще выносить не будет я не в корень угорчится посмотреть какой он стержневой идет разрыхляет почву естественным путем и азотофиксирующая идет на корнях поэтому он шикарная и если я вот почему не просто так задал этот вопрос если яровая или озимая культура я думаю что если она была бы яровая угнетение прошло бы естественным путем да то есть после мороза она я она яровая культура да без правильные и ударить в общем вы не будете вносить удобрения я здесь накормил этих 7 миллиардов на один кубический сантиметр накормил их они будут работать будут разлагать вот это все надземную часть и подземную часть кроме этого как сказал виталий значит корень угорчится как лом он уходит в глубину здесь на квадратный метр видите сколько этих ломов вот когда корень сгниет образуется скважина место вместо для каждого корня скважина которая идет до глубины пяти семи метров на глубине есть остатки начать и древних это скажем о древней органики черви крысы суслики значит там может быть мамонты так вы хотите сказать что мамонты вот этой горчицей вот эта горчица заменит все минеральные это горчица на корнях имеет соляную красоту она выделяет она конкреции нерастворимые растворяет выносит наверх создает эту биомассу она работает как нутритивный лифт и она значит после того как это все изгнивает становится доступным для тех растений которые не имеют такой корневой системы я значит могу уменьшить употребление удобрение практически до ноля или ну максимально уменьшить мы приедем на следующий год и посмотрим как у вас урожай здесь будет за семенами к Николаю Федоровичу белой горчицы обязательно значит здесь на этом поле мы в прошлом году убрали сою 13 сентября значит мы не выращиваем сою гомоу считают что это преступлением многие выращивают сою гомоу называют это правильная соя мы выращиваем свою сортовую это малка это украинская кировоградская соя это хороший уже и ранняя соя мы убираем не такой большой урожай но от хорошей предшественной для пшеницы мы посеяли прямо сеялкой прямого высева в эту в эту сою пшеницу получили в этом году 4 тонны 200 зерна больше чем кто-либо в Парижском районе да круто и сейчас после горчицы вот после горчицы я планирую так если я найду хороший гербицид который потом потому что если я посею здесь горчица она за зиму исчезнет но она высохнет она будет убита морозами а пшеница которая там падает она будет развиваться она может давить подсолнечник поэтому я если не найду хорошего гербицида а я не хочу применять гербицид я здесь пущу поздно хорошие дискование эту массу заделаю еще раз накормлю биота вот это 100 тонн биомассы сколько навоза надо весело по целью по 10-15 гектар экспериментировал сразу же после пшеницы на целя доходила где-то до 30 40 сантиметров это потолок и вот до цветения и заделал в почву и сразу же прибавка была существенная да и вот смотрите сюда это поле называется пануара потому что оползет пануара это территория моего бывшего колхоза пануара по носу пануры значит и оползать так вот смотрите сюда вот там вот там на горе вон дальняя гора ведь да 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 вот там что-то домики какие-то есть вот там цех склад наш отсюда 15 метров это мой бывший колхоз где я был агроном потом председателем колхоз вот этого территории а вот эти поля вот видите там серое поле большой там там был подсолнечник и там мы должны сеять прямо тоже прямо без обработки будем сеять пшеницу прямой висю может быть завтра если будете останется удобрения будет нет тоже нет нет а как значит при посеве я буду давать удобрения в дальнейшем удобрения давать не буду потому что там у меня немножко другая технология вот есть после уборки подсолнечника если посею горчицу скажу конвейер будет работать сейчас ветер если бы было безветренного увидели что тут масса пчелы масса значит разных полезных и не очень не с насекомых потому что на территории молдавии сейчас ни одного цветка нет а здесь все цветки собрались и таким образом мы спасаем энтомофауну очень она ну есть очень полезный значит здесь например мохнатая пчела есть шмели это бесценная вообще дар шуми шмели вот они себе на зиму не тут говорят да потому что видны как им готовится не погибает от голода а у нас они прекрасно готовится а у вас есть 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 пасека так мы идем сейчас и дальше движемся и